Погадать-то сложно. С Ларкой, понятно? Да, решили все-таки, что Эмбер пойдет формировать. Но знаете, герой сильный у Халк. Как ни крути. То есть есть МК, да, его там чуточку подрезали, но такое не критично. Есть Рубик самый такой, у вас требованный суппорт текущей мете, Джиггернаут, метовый кор и инвокер. Если инвокер жесткий, то инвокер развалит. Как правило. Так что пик неплохой, герои сильные. Посмотрим, насколько хорошо они их исполняют. И снова Кентавр залетает для Халк на позицию Харленера. Ну вот, Кентавр сейчас чуточку выпал из меты. Хотя, как сказать, выпал из меты. Он залетает просто вот, ну буквально месяц назад он был настолько востребован, что залетал в первой стадии. Сейчас залетает он в последней, либо на него вообще забивают и не банят даже. Так что... Осталось 5 секунд. Как-то так. Ну что, кого? Кого доберут в натик и на какую позицию? Ну, должен быть, по идее, керри. Кого? Урсау в бане находится. Было бы неплохо она и против Кентавра, против Джиггернаута. Фантомка в бане, Гластидер. Да, банок, конечно, по керри много сделали. Кто остался? Ну, какой-то ТБ, в принципе, почему бы и нет. И это Спектра залетает. Ну, в принципе, герой с иллюзиями. Ну, пик у Фнатик неплохой. Да, возможно, не настолько вот... Будет... Получится... Не получится настолько быстро сделать все, как в прошлом матче. Хотя, кто знает. Все-таки... Ну, вот 3 дадут спейс, а эти 3 героя могут убивать уже... Довальд Керана. В плане того, что будет Айншел там 2-й, 3-й. Подземелью там под вкатывание. Проблем с маной не будет. И имеется еще и Эмбер Спирит. С быстрым ВЛом. А тут урона магического очень много. Так что... Хорош пик. Мне нравится. Но... У Халк тоже пик неплохой. Не скажу, что здесь они стадию пикабанов залили. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Ну что, начинается у нас матч. Это вторая карта между Фнатик и Халк Гейминг. Формат матчей Best of 3. Первая карта уже была выиграна командой Фнатик. И, кстати, это сеточка узеров. Так что право на ошибку уже не остается у Халк. Если они проиграют в этом матче, то они покинут данные квалификации. А эта квалификация нас заманила Мастерс 2017. И, кстати, слот в этих валах всего один. Так что борьба должна быть очень-очень жесткая. Я понимаю, что у нас есть Варьер Гейминг, Юнити, есть Фейслес, Фнатик, Минески. Гикфамы, в принципе, которые будут играть матч против Фейслес уже сегодня. Но тоже после линейки этих матчей в рамках сетки лузеров. Так что... Жестко. Все жестко. МК Шпион на елке. Стал елкой. Так, а, пожалуй, стоит убрать рамочку. Да-да. Вот я ее выключаю. Благо... Благо я все помню. А то сейчас будет 5 минут задержки. Хоть бы попозже. Диджея подцепили. Ах, как хорошо он уехал! Не смогли заблочить и... В итоге земель уходит из-за под них. Хотя, казалось бы, уже конечная для диджея здесь. Переключилась. Но нет, не тут-то было. Решили отжечь руну. Вард уже поставили. Позицию заняли. Ну и понимают, понимают в натике, что там будет сложно. И решили, окей, берите ту руну. Мы возьмем вашу. И в любом случае ситуация с вороном будет 2-2. А, тут даже решили так сыграть, что увидели триплот команды Хаук. И пошли в харду с Пиктрой по итогу. Задолжили линию. Ну, это грамотно. Это не молодцы. Прочитали оппонентов. Да, вот, варды же были проставлены. Вардецкий у нас от Манки Кинга. Также вардецкий у нас был поставлен командой Фнатик. Вот, в этих позициях. Ну и все, начинается у нас игра. Креплы уже подходят к линии. И... Тут будет у нас противостояние Кентавра против Земели и Спиктрис. Снова Кентавра стоит против триплы. Как и в прошлом матче. Я думаю, он недоволен. В центре у нас МК уже готов разминать Меракла. Но вот МК Мана уже заканчивается. Так что больше он прыгать не будет. К величию Мана пул. Уже 130. На... Праймл Принг. Многовато, многовато. Ну, а сейчас он Дарк Сирпинс стоит против этой линии. Он неплохо. В плане того, что Джигернаут имеется, которому по Деншилам неприятно. Даже первого левела. Рубик, ну... Особо не поможет. Так что Охайя тут все хорошо. Охайя тут агрессирует. Просто вот в два Айншела выжигает потихоньку. И крипов, и героев. Ну и уход в центр от Диджея. Готов выезжать. Он здесь за инвокером. Инвокер подставился. Чины пошли. Вкатывание. Ну, инвокеру уже никак не скрыться. Это Ферстблат для команды Фнатик. И он достается Диджею. Да, конечно, Рубик пришел с Телепорта. Но уже было слишком поздно. Телекинез, конечно, помог. В плане того, чтобы ФБ не досталось мерок луно Диджея. Диджея никак уже нельзя было остановить. И он наносит последний удар своей дубинкой. Так, МК там перемещается. Его не спалили. Подход сюда еще и Диджей. Ну, кстати, вот МК здесь будет сложно. Поплоть того, что два борота Спирита могут быстренько Лиса там вырубить. В плане своих способностей. И можно с елки будет рухнуть. Случайно. Да, видно Диджея. Там его еще и крипы спалили. Палка пошла по Диджею. Прыжок от МК. Стан сверху. Залетает у нас от Диджея. Пытается он уйти. Ест Петродаггер. Но Диджея не размять. ХП ему все здесь никак не сбить. Святыня имеется. Что потом по ХП у тиммейтов? Не, в принципе, коригеница не нужно. Диджея там и с Тангусом может отъесться. Святыню в одном выпивать явно не стоит. Сентри у нас 6 на 4 против 8 на 6. Пока борьба весьма равная. Разве что Меркла здесь размяли очень солидно. Играет он на тоненького. И калькулейт и сработает ли не срабатывает. Да, он убивает по итогу здесь инвокера. Но сам при этом погибает ранее. Так что зарабатывает меньше, нежели его оппонент. Но играл прям очень агрессивно. Как минимум из-за того, что там был Форжес, который снял ему очень много армора. И, как мы видим, тычки были весьма увесистые от инвокера. В итоге 1-2. У нас на третьей минуте. Так, решили въехать здесь на Кентавр. Разведение со спектра Даргера пошло. Кентавру неприятно. Фрозбайп будет через 3 секунды. Есть танчик. Ну и, в принципе, Кентавр здесь погибнет. Не как иммунитис, альбу он, кажется, потратил. Но она его не спасает. Так что это была просто трата денег. Да, кажется, Меркул такой агрессор здесь на линии. Не боится он хп трейдить свое. И с руной ему везет. Находит для себя руную инвиза. Да, у понятной информации, но как ни крути. Он зарядил себе боттл и он отрегенился. Это самое главное. Ну а Дарксир уже на базу ушел там. Купил сеталон. Он и лиса подфармливает попутно. У Дарксира все хорошо. 19 крипов это топ-2 нетворс. Точнее, топ-2 крипса от команды. Кстати, посмотрим на билд от Спектры. Видя у нее пруленшилд. Мы понимаем, что, скорее всего, у нее не будет куплен ВГ. Посмотрим, будет ли куплена урна. Так, въезжает Диджей. Промазал. Торнадо пошло от инвокера. Стан сверху. Чины залетают. Меркл очень больно. Меркл, ну, по талакре тебе пробивает солидненько. И в итоге выживает инвокер. Рубик откидывается. И когда-то по Диджею. Диджею очень больно. Прыжок по Диджею. Это минус Диджею. И наказаны. Наказаны за агрессию. Ну, были ошибки. Были ошибки. Как минимум промазал Роллинг Болдером Диджей. Мы видим, два фрага здесь зарабатывают на линии у нас Хоуки. Это очень хорошо. Сэмка пытается забить здесь инвокера. Инвокера не дошел до святыни. И Сэмка здесь тоже погибнет. Которая пыталась забить инвокера. Но у нее этого не получилось. Так что это будет минус Сэмка. Которая пытается динаиться. И это динай. От Фэби. Измелья здесь. Да! Получай! Наконец-таки они с ним справились. Бедный инвокер. Да, моя насмешка, конечно, была словно я таблю зафнать их. Но нет, нет. Это не так. Я не таблю за фнатик. Просто было весьма забавно. Что его столько ресурсов влили в то, чтобы убить этого инвокера. И наконец-таки с ним справились. Ну и смотрим на Крепсат и понимаем, что фармят чуточку лучше. У нас фнатики. Ну вот, конечно, Харлайнер там разница двукратная. Инвокер и Эмбер плюс-минус равна. Джиггеронус Петра плюс-минус равна. Ну и погибает у нас по итогу снизу Кентавренко. Кентавра продолжает видеть. Вот прошлый матч у него не заладился. У него там сначала было 0-4-1. Сейчас у него 0-2-0. Ну и возможно... Возможно, проблемы именно вот на этом герое у товарища. Возможно, не стоит брать ему именно Кентавра. Потому что как-то не идет. Ну и решили пойти выпить Святыню. Под Вигенеца. В целом, да. Почему бы нет, а почему бы Пебень подходит? Фебби, Фебби, Фебби. Да, не сообразил. С Кентавра тоже пинговалок. Ее кричал тиммейту. Подойди, выпей с нами. Он не хотел этого делать. В итоге не фуловая ЦМ-ка у нас получилась. После распития Святыня. МК уже в центре. Хотят здесь еще разок убить Меракла. Так, есть Алла Критикл. Пока не откидывает. Есть Торнадо Инвокера. Из способностей. Ждут. Ждут. Пока Мерку поставится. Вот очень больно. Пички весьма увесистые от Инвокера. Мерку крайне неприятно такую получать. Ну, а здесь у нас уже четверопла снизу. Скан пошел. Но там никого нет. Там никого нет. Там никого не убить. Но, по крайней мере, Тор. Можно будет спушить. Сейчас Вайншиллы быстренько крипов забрать. И уронить вышку. Это будет первая вышка в копилку команды Фнатик. Что по ней нетворс? Давайте посмотрим. У нас 3200, даже 3300 нетворсов. У Спектры 3000. У Джиггернаута даже почти 300. 2800 у Инвокера. Дальше идут целых три героя команды Фнатик. Как мы видим, суммы весьма неплохие. Фейтфарм, конечно, небольшой. За Фнатик. Там 1500 голды, 1500 экспы. Что в левелах тут тоже никто не просил. Раз, что МК всего 3-й левел на 8-й минуте. И сейчас вот пока все весьма равно. Но с этой дели тут отмеркло. Слишком много было агрессии. Две смерти. Он мог бы их и не получать. Подпили Рубенчика. Рубенчик Фрозбайт. Там залетает. Как же он долго летел. Долго, но верно. Залетает по бедному Рубену. Рубен отправляется. На отдых. Но отдых у него будет непродолжительный. Так как у него левел все четвертый. И он очень быстро возвращается. С таверны. Арксира уже. Арканы готовы. Левел 7. Начинает намагать вакуум. Стену пока не качал. Да, все-таки есть у нас урна. У спикры. Покупайте без стики. Ну вот такие вот. Недорогие статы. Залетают. Верхнюю башню все темно атакуют. Нападение на Меркла. Меркл снова агрессирует. Меркл. Есть у него. Наступление чины. Торнадо не точно. Исправа залетает. Инвокер успел уйти в инвиз. Прыжок от МК. МК. Пока разминает. Палку у него имеется. Палку пока не откидывает. Есть фрозбайд на МК. МК. Палка пошла на ужас. Искомползная. Это смерть. Манки Кинга. Но в принципе. Каун был подращен. Так что. Недешево. Недешево это там катался команде Фнатик. Майбер готов там отпушивать линию. Ушел на топ. Крипово бил. Диджей разносит лицо Рубенчику. Это очередной фраг для команды Фнатик. Уже восьмой. На десятой минуте. Ну вот у нас повторяется ситуация прошлой игры. Как бы старт плюс-минус там не нафидели. Разве что вот Кентавр. Подфидонькал. Здесь же у нас ситуация схожа. То есть Кентавр снова там два раза умер. В целом было все плюс-минус равно. А вот дальше уничтожают оппонентов Фнатик. Ну ахай поспили. Ахай пошел вакуум. Нет больше у него никого здесь подсева. Так что там Мека... Ну до Мекки там еще было далековато ему. У него не было даже там составляющих. Там бакер какого-то, чтобы управлять по армору. Пцетается уйти у нас Феби. Феби станчик-станчик. Да, имеется. И Феби погибает. Это второй фраг для Халков в этом замесе. Кьюо. Колсный я пошел. Пцетается размять у нас Кьюо. Думаю, что довольно-таки больно. Кьюо подцепили. Кьюо тоже погибнет. И это три фрага. Размен лишь на одного Рубена. Недурно. Недурно подались у нас здесь Халки. Заработали весьма солидную сумму. Тысячу голды за этот файт. Неплохо. В итоге два кора выходят на первой точке по Нетфорсам. И готовыми досеку Инвокера. Вакуум. О, по елкам. МК там был близок к падению. И падение могло бы стать уже конечным для него здесь. Прыжок. Попинговали. Диджей. Успел уйти. Успел уйти. МК не подселился. Рубик сворвался без... Даггер Спектры. Хотя тоже Тауру здесь Халки. Но они в этом здесь четвером. В это время фармит у нас как Эмбер, так и Спектра. Так что они здесь все-таки просаживаются. В этом плане. Ну а Кентавренко фармит себе Блинк Даггер. Ну, скорее всего, у Кио Дарья будет куплен Радианс. Не думал, что какие-то артефакты будут покупать иные. Хотя, возможно, Диффуза, кто знает. Но, скорее, Радик на Спидре уж слишком сильный. Но и артефакты лучше купить именно его. Ах, нашли Инвокера. Инвокер подставился. Хаунд сверху. Инвокер помчался. Стампида имеется. И нормально спасает. Да ладно. Все-таки успел он уйти. Спектра врыв дальше. Но там не подцепить. Слишком далеко умчались. Инвокер слишком быстро получился. И не смогли его остановить. Хотя, казалось бы, должен быть уже 100% фраг. Ну, в итоге, минус Хаунд, минус Стампида. Хаунд все-таки подороже будет. В плане того, что кулдаун там в разы больше. Варк, сайли. Наверх. МК вырывается. Меркл нападение. Фрозбайт пошел. Ну, и, в принципе, должен погибать. Здесь МК. Снадлит от нас от Диджея. Но не точно Диджея выезжает дальше. Промазал сейчас вкатыванием. МК. Вот это самансит. МК. Почти подцепили. Сайланс на МК. Пытается добить этого Манки Кинга. Но сейчас будет прыжок. И он почти прыгнул. Не получится этого сделать. И он погибает. Очень битый там Инвокер. Откидывал с пока тычками по Диджею. Есть Тенка. Тенка пока без стяжки. Это Стан. Отлично. По Инвокеру. Инвокер погибает. Джаггер раскрутился. Пытается добить у нас здесь Меркла. Меркла подстреляет на Телекинес. Мерклу неприятно. Но Меркл пока живет. Криты не выписывают Джиггернаут. Так что именно это спасает жизнь здесь Мерклу. А теперь МК убивает у нас Рубенчика. Потом продолжается. Есть Флэйм Гвард. И палка сверху Мерклу. Крит. Вот он крит. Решающий даблкил для Джиггернаута. Ну и все-таки. Пайл получился неплохой в целом. Да, потеряли 4. Убили 3. Но. После этого замеса. В принципе в плюс особо никто не вышел. Джаггер здесь решил подагрессивничать. Сюрж ворованный для Рубена. Имеется котейка. Дожидается Эмбер Спирита. Ну и врыв пока не планирует у нас все-таки. Фнатик. Или все-таки будут. Вот Эмбер уже рядом. Эмбер уже здесь. Значит уже помчался он за Джиггернаутом. Джаггер. Сюрджа. Подсевили. И все. Разошлись. Разошлись. Не хотят здесь. Переагрессивничать. И Плейм Гвард ворует себе Рубенчик. Плейм Гвард. Четвертого уровня. Что по Блинку? Пол 30 тысячи голды у нас у Кентавра. И Кентавр скоро будет с Блинком. Скоро-скоро. Докапает. Чуть не дофармит. Что же? Чтобы просто докапало не хватит. Подлагрите. Пару тысяч по вышке. Камень сверху. Камень не точный. И пока не дается вышка. Каманде Хоук. Ну там выход спину. Здесь имеются варды. Так что там просто не зайти. Так просто кого-то не убить. 2 200 уже у Кио имеется в кошельке. Нужно еще подфармить. Ну вот все-таки сказалось отчасти то, что керри именно Спектра. К ней быстро не получается вот так вот засноуболить. Потому что бой в четвером не смогли дать у нас по итогу. Ну Кио подступили сам страйк, конечно, в окон команд, но с трудом. Не можно справиться, учитывая то, что не имеется хаунт. Просто делает прыжок в центр. Кио получает вот здесь увесить эти точки от Кентавра. Есть вакуум по Кенту и Кент погибает. Так что все очень даже удачно, потому что погибает здесь еще и Джиггернаут. Да, он не слэш, но первого левла. Первого левла. Первого левла. Он не слэш, прошу прощения. Не смог здесь прийти фраг к Джиггернауту. А сам он при этом погибает. Так что... Вроде бы нападение было на Спектру от команды Хаук. Но лучше бы его не было, по факту. Что там по артефактам? Мега скоро будет готова. До Радика. Тысяча голды остается до покупки Саккорда. Еще 1300 голды до покупки Рецепта. И скоро будет там блин куплен у Диджея. Преимущество за команды Фнатик 2000 голды. И почти 3000 экспы. Ну и спа неплохо. Кажется, не так развалено, как в прошлой карте. Но пока все весьма... Хорошо. Складывается. Ну и пока фармят у нас Фнатики. Пока голдаун. Упитые на Хаунд. В принципе, следующий Хаунд может быть уже и с Радиком. Вполне. Инвокер уже почти с агонимом. Остается всего лишь 400 голды до покупки данного артефакта. МК готова у Фейзы. Меха готова у Дарксира. У Цемочки выход идет в Климеркейп. Ну, это же бая Тауэр на топе у нас Фнатики. Пора бы вас пушить. Застоялся этот Т1. Явно застоялся. Ну и попытки спиртпуша от Хауков. У нас там же Геннад на нижней линии. Уже подошел к Тауэру. Но здесь Меркл на поддефе. Крипов заберет. И команде идет Страволов. В принципе, можно будет реминант оставить на то, чтобы в последующей попытке спиртпуша законтрить на корню. Ну, пока МК на елка перемещается. Там смоки были вкастованы. Ставь едам в окон команда. Ай, в землю стукнул Кентавр. Это очень плохо. Спиртпуш распрыгался по всему замесу. Но в итоге погибает у нас здесь МК. Спектра очень бита. Спектра в лицах смерти. Сюрджа имеется на спектру. Спектра умчалась. Нет, не умчалась. Ее накрывает. Дорситар же погибает. Пока размен 2 в 2 у нас. Рубенчик очень битый. И пока он жив. Но там отличный Новый Год от Цемочки. Раскасован на полную катушку. И просто хоу-хоу-хоу. Матафака. Поздравляю вас Новым Годом. И падает три героя. И вышка у команды Хоук. Да, как бы Team Fight плюс-минус равные. По графикам не заработали. Но все-таки Эмбар. Эмбар выжил. Эмбар здесь заработал солидную сумму. А инвокер отсутствовал. По факту. Там состры, конечно, были. Но такое. Ну и Цемка здесь тоже все это пережила. И у нее уже сейчас будет куплен Шадо Амалит. И будет готов для Меркей. Нападение на Меркла. Меркла разминают. Новый Год ворованный от Рубика. Но Сайланд залетает неплохо. Рубику сейчас будет больно. Рубик сейчас должен здесь погибать. Есть, надо блэш по диджею. Диджею все еще жив. Воронный. Ревинатор Рубик по итогу выживает. И неплохо получилось. Но слишком нагло играют. Санстрайк по Мерклу. О, хорош, а? Меркури. Меркури хорош. Зарядил. Отличный фраг. Фнатик подзаливает в этом матче. Можно было бы и поувереннее играть. Можно было бы настолько агрессивно не исполнять. Ну и дело сейчас, был файт 2 на 4. Зачем? И вот играет как раз Кемеркл до конца гейминг. То есть он впереди своего спасения выбирает убийство Рубика, которого он по итогу даже не убил. Айм Касси выходит в Башер. Отличный артефакт. Очень сильный. Его по итогу в патче подрезали в этом плане. Но тогда вот самая такая серьезная особенность МК. В плане Вуконг-команда и Башера. Ну да, понятное дело, там добавили кулдаун увеличили. Но нет. Не в этом суть. Количество Башей под Вуконгом не уменьшает. Ну и смог вылазка. Вот Фнатик, Радик. Уже готов будет хаунд. И вот. Вот первый файт с Радиком. Сейчас может стать весьма серьезным. Ну а там нашли у нас Меркла каким-то образом в лесах. На колуца страйка он снова погиб. Но, как видим, Фнатик все равно готовы давать бой. В принципе, байбаки есть. А, да, байбаки есть у Меркла. Он готов, наверное, врываться. Есть палка, вырыв от Рубика на все реминанты. Это просто халявный урон от Рубенчика. И рассыпали здесь герои команды. Хаук по итогу смогли это все пережить. Здесь Гривусы. Попадение пошло дальше у нас на Кентавра. Кентавра больно. Новый год оценки. Ну, Фебби здесь прям дарит нам такое новогоднее настроение. Этим весенним днем. Хороший рассказ, кстати, он залетает. Надамажил он снова в 800 урона. Да, казалось бы, нападение такое получилось неплохое от Рубенчика. На все реминанты, но фраг по итогу не заработал. Лишние 600 урона залетели, а больше еще не залетело. 20-20-то Нокер почему-то там в сторону залетает. Не знаю зачем. Спустил пар. Расследился и Нокер. Так, врыв пошел. Диджей перепрыгивает. Здесь МК. Врыв пошел у нас. В итоге на Рубена Рубик погибает. МК понимает, что пора уже отступать. Есть стенка, но... Но она была лишней. Ну, окей. Отожмут Тавер. Отожмут Тавер у Спектры после покупки Родианца. Уже 1030 голды на руках имеется. В итоге преимущество все еще минимальное. За командой Фнатик. Не могут они здесь захватить. Борозды, так сказать, команды, которые в этом матче будут вести. Спектра по итогу снизу. Даггер потрачен. Нужно быть по сторонам, потому что тут есть уже Кентавр с Блинком. Готов врываться. Да, врыв пошел. Вукон команд со страйка на минус Кьо. Нагло. Нагло. Нельзя так выходить. Ты играешь против Банки Кинга, играешь против Кентавра с Блинком. И Инвокер сейчас со страйком. У Инвокера левел уже 16-й. Нельзя так выходить на линию. Что Меркл, что Кьо. Подставляются в очередной раз под эту комбинацию. Ну, МК там уже поскакал. Находит он Фэби. Но нападать на тем, кто там не собирается. Как минимум, там есть Климер Кейп, а у МК просветка не имеется. Кстати, имеется. Молодец. Ивиз, мы видим, будет контриться. Ивиз, не имба. Дипузам готовы. У Ригернала, это Блиндаггер готов у Меракла. И вот уже Блиндг готов у Инвокера. Видим, вот Меркл наказывал свою агрессию. 5 смертей. И Нетворс на 4000 ниже, нежели у Инвокера. Это не есть хорошо. И потом он уходит с телепорта, с инстимейтом. Даже при этом не оставляет реминант для возвращения на линию. Справедливое подношение. Яша уже готова у Кьо. Понятное дело, это будет Грейт Манта Стайла. Но Кентавренко выходит в покупку худо. Хотят отожрать еще один Тауэр у нас здесь, Фнатик. Это будет последний внешний Тауэр команды оппонента. Ну и будет ли давать бой за него Хавки, пока не ясно. Это не особо они, я смотрю, готовы к этому. Пытаются сами разменяться товарами. Инвокер уже подошел к Тауэр на топе. И пингует уже на Т3. Но пингует туда у нас Кьо. На земля там, ЦМК там уже. Нет, отменять телепорты. Передумали дефать, но два телепорта было отменено. И теперь-то что делать? Мид пушить? Да, решили мид пушить. Юл, кстати, решил купить себе Мерку. Решил, что нужно... Нужен артефакт на бацеев. Но на самом деле, как-то он играет так себе. Ну, в плане артефактов. Не особо мне это нравится. Есть травла. Как бы они дают ему, ну, лишь мобильность. Блинк лишь мобильность. Вэл, ну, понятное дело, урон. Мастер у себя он не купил. Попадаешь из себе Юл, то есть. Такой суппортящий под Спектру, получается, Эмбер Спирит. Да, конечно, Росфорд там пишет. Но не настолько будет невелик. Так могло бы быть. Охайо подспилим. Охайо уходит. Поражав Грифс им. Не получает больше там тысячи колокол снэпа. Ворует, поэтому у нас здесь Даггер у Спектры. Ну и готово оборонять свой Тауру. Все-таки у нас сыворот. От Кентавра. Кентавра ошибся. Подцепили его в итоге. И его разминают. Есть у нас дальше в Ривс хаунта. От Спектры и Спектра. Разминают команду. Но там они находятся под Вордом. Так что просто продают Кентавра. Но он почался наступить. Пытается уйти из Кентавра. Чины. Эх, просто прыжок залетает. Свистовый. Есть вот дальше. Чины. Врыв на реминанты. Вход в команду. Очень больно там делает Меркл. И Меркл разваливает команду. Даблки уже сделал. Инвокер уходит в инвиз. Ну и Сэмка. Тем временем погибает от Джиггернаута. Есть у нас Торнадо. Тем временем по Мерклу. Меркла там не добить. Ну а Джиггернаута здесь явно раскатить. Здесь Санстрайк. Но он не точный. И это минус 4 героя у команды Хоук. Очень битая спектра. Но все же жива. Зачем там включается Радик? Не знаю зачем. Но... Потому что может. 1200 голды. И 5000 экспы для Фнатик за этот файт. Не дурно. Не дурно. И пошли вот уже на святыню. Ну в целом файт неплохой. Получился. Благо спектра это все смогла пережить. Не погибла. И скоро у Кьё будет куплен... Ультимейтор. И загрежен Матта Стайл. Ну вот такие 20 минуты игры. Пока в этом матче ничего не предрешено. Вот с Аршан проблем у команды Фнатик. Убивать Аршана нечем. С Ягисом было бы в разы проще. Ну давайте посмотрим на артефакты. Что у нас уже имеется. Что добирают. Решил купить себе Кримсон Гуард. У нас Дарк Сир. С МК выходит себе в медальку. Земелья в Юл. Будет у нас Юл куплен и у Эмбера. Ну и скоро будет Матта Стайл. Остался еще рецепт для Кью. Кентавр. Решил догреть себе все-таки Пай. В Башерах у себя Джиггернаут. МК до Башера еще нужно подфармить. Инвокер уже с БКБшкой. Ну а Рубик пока бествует. У Рубика до Блинка еще очень и очень далеко. У него все еще нет таланта на 10. Так как у него нет 10 уровня еще. Отстал Рубенчик немножко здесь. В плане опыта. Да, такая бара не поймать. Просто во время фистов уходит на свой реминант. Ну и вот. Юл готов. Ну что, дождаться Монты. Делать смок вылазку. Да, вот Монта подлетела. Смоки вкастованы. И выходят на охоту у нас в Фнатике. Ну и это был по итогу выход на Рошана. А не попытка кого-то убить. Ну и Каменьголовый падает потихоньку. Ну вот, с Миндалькой, конечно, проблема с Рошаном решается. У команды Фнатик. Так было бы его убить. Ну, в разы сложнее, нежели без медальки. Ну и отлично получилось. Так вот, выбор артефакта от Фэби. А Игз для Спектры. Теперь приятно убивать ее дважды. Ну и допущу последний нишний Тавар. Рубен дает команду, что нужно сплите две линии. Ну а Спектра уже линию отпущу при помощи иллюзий. Верхнюю, нижнюю. В принципе, Эброс может отпушить траволами. Так что так просто это не сделать. Ну и Нокер пытается как-то подразмять дистанционно. Там чисто надо через самстрайки. Но по итогу никого не задел. Ну вот, вышка пала. Это последний штар команды оппонента. Фнатиков. Ну, кстати, команда Фнатикова. Команды Хоп, конечно же. Стороны Сил Света. Да. Именно так оно и было. Джиган Аут натопим. Пытаюсь сейчас его подрезать. Есть у него Блейдфери Тэп Аут. Сбить данную комбинацию будет нечем. Так что можно поагрессивничать. Вот он агрессивничает. Есть и Учика у нас здесь. Терри Атабер Спирита. Распрыгался. Подцепили. Распрутился. Ушел с телепорта. Или нет? Ну, Акмадена. Ладно, Командаря. Адам Стампидов. Рыб. Просто пока подбатили на Ахай. Нападение. Ахай очень больно. Стенка стяжка. Не сработала. Никакая комбинация здесь. Охай. Так он погибает. Он здесь до всей комбинации. И Эмбер ныряет прямиком на метеорит. Как же сейчас было красиво. Вот команды Хоук сделана в этом моменте. Кью подцепили. Кью получается еще и сверху Торнадо. И похоже это будет минус Айгес. Так вот на халяву. Байбека не имеется. Здесь у нас Эмбер Спирита. Так что он в завес не вернется. В окон команды кастуется. Вот МК. Цемочка пока отступает. Цемку подцепили. Спектру пробивает. Спектру очень больно. Добивает кажется. Здесь она Кентавр. Точнее Кентавра. А МК. Сама при этом уходит на лоу-граунд. Регенится пока с урны. Цемка подходит. Цемка, кстати, Новый год уже был кастован. Фэбби решил поагрессивничать. Но сейчас вот это накажут. До Глимер Кейпа еще 7 секунд. И он не выжит все это время. В итоге сбито Айгес. Убито всего два героя. Была команда Хоук. У команды Хоук точнее. И это не то, чего хотели бы от своего Айгеса Фнатики. Ну и отличный байт получился по итогу. От Джиггернаута. Питбайтов, как говорится. И вот у Инвокера уже 20 шпанет Ворсу. Ну. Говорил я о том, что. Во-первых. Герои хорошие метовые были распиканы командой Хоук. Во-вторых, что при хорошем пике. При сигнатурных героях они могут дать борьбу Фнатикам. И как мы видим, так и произошло. 30-ая минута. Преимущество 0 голды. 0 экспы. И Фнатики после такой уверенной победы на первой карте. Испытывают весьма серьезные трудности на второй карте этого Best of 3 противостояния. Ну. В принципе. Можно сослаться на то, что Фнатик состав лишь собрали. Они еще не сыгрались. И они не могут показывать свой максимум. Такой вот баф очень трактый был сейчас по итогам. Хотя, возможно, покупка Шивы была более эффективна. Жиггерналу там поставить и так далее. Ну и просят паузу на Хоуки. Подождем инвокера. Произдающие какие-то трудности. Надеюсь, вернется он очень быстро. Давайте посмотрим, что у вас там в планете. Артефактов у команды Хоук происходит. Вот. Актарин свежий куплен инвокером. Будет он еще жестче раскастовываться. Скоро будет у него 25-й. Так что будет еще и талант на Торнадо. МК. До Башера еще нужен Джевелинг. До Джевелинга нужно еще 700 голды. В Скаде выходит себе Джиггернаут. На руках имеется 4 300. Ну, не так уж и много осталось дофармить. Ну и Кентавр выходит себе в тот самый Блинкдаггер. Ну да, надеюсь на то, что у инвокера быстренько все эти трудности справятся. Что пауза у нас не затянется. Кстати, у нас идут параллельные также матчи. У нас сейчас работает 4 канала. Играются одновременно все матчи в рамках сетки лузеров. И вот мы там плюс-минус в одно время узнаем 4 команды, которые покинут квалификацию на Manila Masters. Ну, допустим, у нас на 6-м канале играют Рексы против команды интеллектуалов. Точнее, интеллигентов команды IQ. На 4-м канале VG Unity и Team Maven. И на 1-м канале играют Минески против команды 458 Productions. И Nokia вернулся, но отключился. Кстати, по поводу еще от сегодняшних эфиров. У нас сегодня будет не одни лишь квалификации на Manila Masters. У нас также будут сегодня еще матчи сыгранные в рамках DreamHack. Матчи будут они, в принципе, в 7-ми вечера. Это матчи Европы. И у нас на 1-м канале будет Vega против Vecta. На 2-м канале Империя против Elements Pro Gaming. И также у нас будет вечером, точнее ночью, играться матчи DreamHack к квалификации от Америки. Так что дотки сегодня будет много. На любой вкус и цвет. У нас сегодня не будет лишь китайская дотка. Но зато у нас есть Азия. Такой Китай-заменитель. Что, Nokia вернулся. И мы продолжаем. Сразу смог вылазка от команды Fnatic. Во время паузы, возможно, они что-то обсудили. Посмотрим на вектор их атаки. Ну, Тик-земель там выезжает на охоту. На топе Кентавр. Гварды там стояли. Но не должны подстать здесь вообще никак. Типаутка остаются и отступают. Отступают. Смог не завался у команды Fnatic. Занимает оборону уже под деф В локе пока откидывается Тифтелей, чтобы линию отпушить Рыбанчик помогает, ну и все Крепы убьет Да, сказывается какая-то чрезмерная наглость Снатиков в этом матче Слишком много ошибок они допустили Сказал то, что первая карта была настолько простой Возможно, в этой игре решили, что Справиться так вот в полсилы Но, по-видимому, не тут-то было Хаук не так просты О, скоро будет с Тараской Вчера Спектру убил с Тараской дважды И это было решающим В замесе, потому что пробить Спектру, которая там 3 В 800 хп, а потом еще реген в 280 На 2000 хп Очень жестко Глухая семейца Мастер купил Меркл Окей, наконец-то появляется какой-то урон от Эмбера А то пока он так лишь поглаживал оппонента Игнорирует файты у нас пока Хауки Не рвутся в бой Эмбера Подцепить было бы неплохо, но, увы Сделать это слишком сложно До Тараска осталось совсем чуть-чуть Кью Без Тараски явно он в бой не пойдет Увы, как-то подлагивает Сервачок у нас сейчас Надеюсь, это временно Кримсон готов Пайп не грейдит Решил купить себе Блиндагер Охайо Пришел, что нужен врыв Нужна инициация какая-то Ну вот Почти есть Тараска Курьер вылетает уже В Секрет Шоп В нем находится Рецепт Так что сейчас у Кьё будет Тараска И возможно мы увидим файт Надеюсь, он будет Без Флагов А то сейчас как-то подлагивает Да, слишком уж мало Кадров Выдает нам сейчас Сервер Сингапур, насколько я помню Стоял сейчас В лобби А вот он, ука Вот я его и нашел Ну что, готов Как-то там заходить Пушить Потому что файта Мы, наверное, вне базы Не увидим Халк игнорирует Все сражения Ждем Ждем Диффузак первых не тратил Ну, 11-го минута И ждем Вроде я слышал Вроде я слышал только что Ульт Спектры Второй хаун там был Либо, возможно, просто были Китопролаги Очень счастливно лагает Рубик, наверное, без Байбека Кентавра пробивает Кентавру Команды Есть рассказ от Инвокера Очень больно Фэбби Фэбби подкинили Фэбби пытается жить Но, увы Не выживает Инвокер делает для себя Очевидный фраг Подвязали чинами У нас там Джиггернаута Джаггер у нас без Ультимейта, без Блейдфюри Джаггера подцепили Джаггера убили Джаггер погибает с Байбеком Два фрага для Кьо Очень больно Там у нас Кентавру Врыв дальше у нас Пошел от Меркла Чины не Подвязал Ну и Кьо Пока там танкует Кьо С своим бешеным регеном С Тараской Ничего не боится Сонстрак летает Но мимо Ну и Джиггернаут Поехали с Таверния С Байбеком Он не Байбекается Рубик у нас Имеет уже Байбек Натикало Но он его тоже не юзает Охай ворвался Получил себе в лицо Станчик, прокаст Размяли его Палка вошла сверху Охай там все-таки умчался Да, жить будет Ну что же так подлагивает А, погибает он Стоит здесь земель Диджей С Таверния Кентавру больно Кентавр пробивает Но Кентавр не погибнет Ну и отступают С Тнатики В принципе Файт был Ну плюс-минус удачный Как минимум Развели на Байбек Джиггернаута Это довольно-таки важно Потерял он здесь Много Голды И теперь Покупка МКБ Отлаживается на потом Точнее откладывается на потом Так Так Курмик позагулял Слезти в Кенес Нокер рядом Кио пытается размять Есть Новый Год у нас Вот цемочки Разрывает Есть там башки По Кио Кио очень неприятно Кио пытается пробить Дефенс-блаз летает мимо И Кио По итогу Слишком много Слишком много Он живет И Тарас Подключится Будет беда Тарас Подключится Он будет фуловый Но дальше Врыв за ним Кио разминает Кио добивает Кио почти погиб Кио да Есть минус И Кио по итогу Погибает Инвокер Очень-очень жест Киев в этом матче Ну сверху еще Йохай подцепили Спектра ворвалась У нас в итоге С Даггера Готов пробивать У нас здесь Меркури Меркури Нужно сбить ему Телепорт Его сбивают И Меркури Погибает своим Гадлайком Это очень круто Наконец-ки С Инвокером Справляются Никуда он не уйдет Он погибает И очень Солидную сумму Голды Отдает по итогу Мерку Плюс Рошанчик Байбэк Он веками имеется Но не будет его Довольно-таки долго И теперь С Аегисом В отсутствии Байбэка У Кентавра И в отсутствии Байбэка У Джигернаута При случае смерти Могут Закончить игру У нас С Фнатики В свою пользу И вот уже 2-0 Пройти дальше В следующий Раунд Нижней сетки Рошан пал Аегис для Кио Все-таки Кио у нас Без Аегис остался Без Байбэка Остался И диффузал Себе он уже Загрил на Левел 2 Ну и готовы Пушить верхнюю сторону Первая сторона У нас еще здесь Не падала Ну вот зашли Наилппл У нас МК Станчик по таймингу МК размяли МК МК может погибнуть МК погибает МК Байбэка не имеется Инвокер 40 секунд Кентавр 15 У Джаги Нет Байбэка Подвязали чины О, по 2 героям Очень хорошо И Станчик сверху Рубик в таверну Рубик с Байбэком Ну и пока Их не использует Решили сторону терять Глиф имеется Ждут Кентавра Ждут Кентавра Байбэка Трубайна Байбэк от инвокера Смог ли дать бой Сейчас В отсутствии Манки Кинга Смотрим Инвокер подходит Инвокер С БКБшкой Пошел Расказ Но Мимай Свол пока всем Промазал По факту Спектру пытается Кьёв все еще Жидко Надо пошло Ну Кьёс С Америгенов Сейчас вернется В замес Через 10 секунд А там он сворвался Меркур 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 Очень больно Меркур погибает Без Байбэка Ой Вот это неприятный момент Но Кьё уже фулов Подспильнулся В итоге здесь инвокер Инвокер Напомню тоже Без Байбэка Может погибнуть Не нужно сбить кота Чтобы так жестко Нерегенился И мех Добивает у нас Все-таки Меркури Отлично сыграно Диджей Порвался далеко Есть от него Расказ Очень больно Погибает он сам Точнее погибает А здесь он не погибает Скидобл Биллкастован Но и Погибают у нас Герои Теоманды Хоук Так В этом весе потерялся Слишком вот Подлагивает Подлагивает Прошу прощения Но это не я Лагаю Это лагает сервер И в таких вот Пролагах Не все Можно разглядеть Ну что в итоге Все без Байбэка Есть У нас лишь один Джиггернаут У команды Хоук Падает вторая сторона И в принципе Время писать Заветные две буквы Потому что здесь уже Вернуться в игру Будет невозможно Ну делают Меркури По итогу у нас здесь В натике Не рискуют Строн не идут Кентавер через секунду Появился 15 секунд до суппортов У Джиггернаута Нет умни слэша До умни слэша Времени столько же Сколько и до суппортов Простбайт Подцепили Джиггер скрутился Блинк у него имеется Врывается в итоге Он здесь На Фэбби На Диджей Диджей Размерить Джей убили Ну вот Мега крипы Скоро будут Допушивает линию У нас Кьо Уходить не собирается Да Терри находится у нас Без байбека Меркл Меркл будет Читать 5 секунд Примерно В то же время Как Дейн Волкер Спекровается дальше Не знаю В итоге на святыне Есть умни слэш у нас По Охайу Охай разминает Охайу Довольно-таки больно Есть вакуум от него Потянул всех К Диджей Говорит Диджей Убивай Диджей начинает убивать Диджей развалит Рубенчика Диджей Пошел на падение Даши еще из-за Манки Кингом МК в опасности МК погибает Да Конечно добивает Здесь у нас Дорсирован он байбекается Байбек имеется у МК Пробивает у нас неплохо Здесь Джиггернаут Джиггернаут уходит Под базу Байбека у него не имеется На ним выезжают дальше Его не отпускают Но все-таки елт он Линкаут Здесь вон команда У нас от МК Есть палка сверху Но Инвокер жив МК добивает МК Без байбека Трипл килл уже Для Кью Торнадо пошло Но Торнадо Так вот чисто под базу Разминает у нас там Диджей Диджей после байбек Может погибнуть Но есть у него Пока он жить будет Есть там чайны Джака Мантастайл Пока жив Есть у нас Инвокер с рефрешером Готов Давай дальше Рассказ Пошел раскатать Инвокер Но с Кью Справиться Невозможно Здесь Он просто идет Вперед Он не останавливается У него есть Аегис Он ничего не боится Падает Сторона Сейчас будут Мега-крипы Погибает у нас уже На фонтане Инвокер погибает Также Там у нас Джаггернаут И ГГВП Победа для команды Фнатик На второй карте Good luck next Да Именно так Ну там На фонтане развлекается И в итоге он даже не погибает Ну что 2-0 для Фнатик Поздравляем их с победой Отличная Получилась серия В этой игре Я не скажу Слишком агрессивно За что были Наказаны к минимуму Тем что Играли матч 40 минут Ну да ладно В любом случае Это победа Поздравляем На этом У нас На данном канале Матчи окончены Матчи Маниламастерс Будут у нас Далее на третьем И четвертом канале Там будут играться Матчи в рамках сетки Винроу Там Фейслес И Гигфам И также Эйвос Еспорт против ВИДЖи Юнити Юв Точнее Варьерус Гейминг Юв Матчи Маниламастерс